Наша пластина разогревается, синим огнем горит, озон реально пошел, пошел запах, дезинфекция началась, то есть такая ленивая дезинфекция для ленивых людей, да, этим изонатором я пользуюсь уже более двух лет, это точно, то есть он работает, брал я его за 4 бакса, 4 бакса на 2 года, если даже так, то это копейки, да, 4 на 7 280 рублей, бог с ними, с этими 280 рублями, потому что это несравнимо с тем, что вы будете... Приветствую дорогие друзья всех на своем канале, меня зовут Дмитрий, сегодня очередная инкубация, значит очередная дезинфекция инкубатора, я делаю дезинфекцию спиртом и озонатором, больше ничем не пользуюсь, перепробовал достаточно много всего, но вот в этом пенопластовом инкубаторе работают, мне кажется, все-таки самое лучшее, это озонатор. Думаю, многие со мной согласятся, то что владельцы пенопластовых инкубаторов замечают, что со временем там уменьшается процент выводимости, каждым разом все хуже и хуже, а это из-за того, что вся гадость и зараза забивается вовнутрь пор пенопласта и там она просто-напросто сидит. Моете вы хоть пемолюксом, хоть белизной, хлоркой, там ферри, досе, да что угодно, все что вы моете, вы моете поверхность, но не проникаете вовнутрь в толщину вот этих стенок, то есть у нас здесь пенопласт, толщина 40 миллиметров и он кишит всякой гадостью, представьте, если этого не делать. От 5 до 10% выводимость снижается, если не делать дезинфекцию. Из мелочей состоит вся эта вещь именно по инкубации, то есть здесь 5%, там 5% и на выводе мы получаем 50% выводимость. Плохое яйцо качество, плохое материнское стадо, плохое дезинфекция, плохое хранение, плохо-плохо-плохо, и эти проценты складываются вот в такой негативный момент. Поэтому давайте хотя бы 5%, но повысим нашу выводимость. Обрабатываю я все это простой сырой тряпкой, после этого обрабатываю все это спиртом, помещаю в инкубатор и озонирую все вместе. Бодейка, которая грязная, ржавая, не обращайте на это внимания, самое главное, чтобы она была чистая от бактерий. Техническая грязь, как говорится, не заразна, а вот грязь бактериальная, она очень заразна. Здесь у нас влага, жара, 20 дней, здесь вот развивается вся микрофлора, которая нам как бы не нужна в инкубаторе. С этим справляется озонатор, выглядит он до сих пор у меня в таком вот виде, обычная крышка, прикрученная, значит, этот блок, он очень сильно греется, и плюс закручена именно вот таким простым способом сама пластина. Ее обязательно надо содержать в чистоте, я ее также перед тем, как у нас идет дезинфекция, я ее обрабатываю и протираю спиртом. То есть пластина должна быть всегда в чистом идеальном состоянии, тогда она будет вырабатывать большое количество озона. В паспорте сказано, что номинальное количество озона эта штука вырабатывает при 22 градусах, то есть она сама греется, плюс у нас 40 здесь, зона вырабатывает она не так и много. То есть получается, если 10-15 минут она работает, в принципе, хорошо. После 20 минут уже замечаю, что нет вот этого количества, то есть он не увеличивается. Делаю циклическую обработку, у меня выходит где-то 40 минут, 20 минут я его закладываю туда, он поработает, выключаю, полчаса хватает его от того, чтобы он остыл, ну именно до температуры 40 градусов и опять включаю на 20 минут, все, этого достаточно. Для такого маленького инкубатора вот этой пластины за глаза в этой комнате пахнет неимоверно за 40 минут, то есть и комната дезинфицируется. Ну вот, в принципе, вся дезинфекция, я бы ее назвал дезинфекцией для ленивых, за 4 доллара дезинфекция уже проводится в течение двух, даже больше лет, по-моему. Не знаю, надо посмотреть на канале, когда я ее покупал. Вещь рабочая, обязательно проветрите инкубатор, то есть завтра у меня закладка, инкубатор от Азона тоже должен проветриваться. Завтра, значит, приходит у нас заказное яйцо, его обязательно я буду дезинфицировать ультрафиолетовой лампой для того, чтобы, ну а кто его знает, да? Вот, никто не знает, какая зараза у кого какая в курятнике, потому что мы думаем, что ее нет, а на самом деле она есть, мы к ней привыкли. Поэтому тут ничего в этом зазорного и спорного нету. Дезинфицировать яйцо чужое и свое обязательно надо для того, чтобы все-таки не затаскивать заразу в эти пенопластовые инкубаторы. Для пенопластового инкубатора это, конечно, полное то еще. Я до сих пор не нашел информации, яйцо, я боюсь озонировать именно яйцо. Если озон проникнет в яйцо, через скорлупу, через пора, они там, понятно, что есть. Возможно, как-то очень негативно это скажется на дальнейшей инкубации. Поэтому Азонатором для дезинфекции яйца я не пользуюсь, пользуюсь ультрафиолетовой лампой. Яйцо я заказал в Воротынске. Это новая ферма, новое хозяйство. Человек, значит, продает инкубационное яйцо. Чем я подкупил, то, что у него попало мне видео на ютубе. Взвешивал он птичку по мясу, я держу переколов на мясо. Меня, значит, что подкупила масса и подкупило то, что это новая молодая ферма, новое хозяйство. То есть, в смысле, в старом хозяйстве там эти вот бактерии кишат. Как бы вы не дезинфицировали, как бы вы не обрабатывали помещение, это с каждым годом все больше, больше и больше. Поэтому в новых хозяйствах, из новых инкубаторов, из новых клеток гораздо симпатичнее брать яйцо на инкубацию, нежели в старых, так скажем, проверенных местах. Да, они старые проверенные места, но вот если по бактериям, вы сами согласитесь, если мы идем в старую больницу, которая, ну вот роддома у нас кишат этой всякими бактериями, которые потом переходят на детей. Мы хотим, чтобы наши дети рождались в новых роддомах, там меньше зараза. Здесь то же самое. Это те же самые дети, те же самые яйца, которые привезены из нового хозяйства, они менее подвержены какой-то заразе, нежели из старых проверенных. Это вот опять же ссылочки я оставлю, может быть, кому-то будет интересно, на сообщество ВКонтакте и вот на видео, которое мне попалось, где человек взвешивал эти яйца. Ссылку на зонатор я также прикреплю в описании под видео. Надо отсюда уже валить, здесь пахнет озоном. За какие-то вот 10 минут уже в комнате пахнет. Причем все эти вот пробки закрыты. У меня открыто только два постоянных отверстия, которые одно отверстие работает на выдув, а второе отверстие работает на всос. То есть вдувает и выдувает постоянно. По одному отверстию одно вдувает, другое выдувает. И плюс вот эти добавочные. Ими я регулирую влажность на выводе, на всем остальном. Ссылку я на зонатор оставлю в описании. На этом видео нужно заканчивать, потому что реально здесь стало пахнуть, надо валить. Кому видео было интересно и полезно, ставьте лайк и заходите на канал, подписывайтесь. Всего доброго, до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok